Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Любила Ермакова. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях Пушкинского. Смотрите сегодня в выпуске. Останется ли дорога, а жители микрорайона «Новая деревня» беспокоят застройкой рядом с их домами. «Будь готов!» Пушкинское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей провело учения среди школьников. Спортивное воскресенье Вашукино в поселке провели соревнования по лыжной гонке. Об этих и других событиях в нашей информационной программе новости Большого округа. В микрорайоне «Новая деревня» планирует строительство складского помещения. Такая перспектива беспокоит жителей. Останется ли у них единственная дорога к домам? Чтобы разобраться во всем, была организована встреча жителей микрорайона с представителями застройщика. Жители микрорайона «Новая деревня» в Пушкино беспокоят начало строительных работ рядом с их домами. На поле планируется складское помещение. Уже установлен забор. Такая перспектива волнует жильцов. А именно, останется ли дорога, которая ведет к их домам? С вопросами по проекту они пришли на выездную администрацию. Там их принял первый заместитель главы администрации округа Пушкинский Андрей Морозов. И пообещал разобраться в этой ситуации. Организовали встречу жителей микрорайона с представителями застройщика. Договорились о создании инициативной группы со стороны граждан в количестве от 5 до 10 человек совместного чата. И также договорились и дали свои утверждения в том, что мы оставляем данную дорогу для проезда жителей. Мы сооружаем тротуар своими силами для прохода жителей. Ну и естественно для дальнейшей коммуникации создаем средства данной коммуникации. Жителям привезли проект. Представители застройщика показали людям, что и где будет. Дорога предусмотрена. Обсудили и установку шумоизоляционного экрана. Пока нас устраивает. То, что и дорога нам обещают, и двухсторонний сделать, и пешеходную дорожку. А шумоизоляционный экран под вопросом. Так как они будут проводить экспертизу. По результатам сейчас остаются еще какие-то вопросы? Ну, по результатам пока нет. В конце встречи все результаты и пожелания от жителей были зафиксированы. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал заменить все автобусы малого класса на большие. Более 500 автобусов обновят в Московской области в 2024 году. Об этом и не только в нашей рубрике «Новости одной строкой». Губернатор области распорядился заменить автобусы малого класса на большие. Машины будут оснащены современными технологиями. Об этом заявил Андрей Воробьев. Закупают автобусы, сделанные в Подмосковье на заводе «ЛиАЗ». Все новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств. С 29 января по 25 февраля Подмосковная госавтоинспекция проводит социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Профилактика акцентирует внимание водителей на важное соблюдение правил перевозки детей и использования детских кресел. Социальный раунд проходит в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Добровольцы Пушкинского местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области организовали учебно-тренировочные сборы по пожарной безопасности для школьных спасательных отрядов. Приняли участие 20 человек из нескольких округов Подмосковья. Сборы начали с теории. В первый день ребята из школьных спасательных отрядов штудировали теоретический блок, познали основные понятия в области пожарной безопасности, узнали, как правильно пользоваться планом эвакуации, познакомились с первичными средствами пожаротушения, а после в поле на практике потушить с помощью огнетушителя очаг возгорания. Это непросто сделать без подготовки. Здравствуйте, Андрей! Позьми, направь его. Ближе к ним. Все, нажимай, быстрее, ближе, подходи. После попробовали организовать связь на пожаре и потренировались в прохождении группы в составе звезда с условиями нулевой видимости. За это время участники научились локализовать пожар с помощью подручных средств пожаротушения, такие как огнетушитель. Участники посетили 40-ю пожарно-спасательную часть городского округа, где они узнали про виды автомобилей, а также элементы снаряжения и оборудования, которыми пользуются пожарные для проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожара. В учебно-тренировочных сборах приняли участие школьные спасательные отряды Пушкинского, Мытищинского, Нарфаминского и Можайского местных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области. К ним присоединилось отделение Российского университета коопераций. Занятия проходили в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Анастасия Спирина, Яков Глейзер, Новости Большого округа. Около 50 человек приняли участие в Ашокинской лыжне. Соревнования провели впервые. Детский сад «Улыбка» решил устроить своим воспитанникам и их родителям, а также школьникам спортивный праздник. Как прошла лыжная гонка, расскажет Евгений Коломийц. Впервые в Ашукино организовали соревнования по лыжной гонке «Ашукинская лыжня». Инициаторы – сотрудники детского сада «Улыбка». Трассу подготовили рядом с футбольным полем. На протяжении нескольких дней воспитатели сами тут катались, готовили лыжный маршрут. Идея такая появилась, что у нас Анна Викторовна преподает лыжи. Она у нас кандидатом в стироспорту, между прочим, по лыжному спорту. Преподает деткам дошкольного возраста, школьного возраста лыжи. И мы решили сделать для них такой праздник, такие дружеские соревнования. Участниками лыжной гонки стали воспитанники детского сада и ученики Ашукинской школы. Всех поделили на возрастные группы. Отдельно стартовали мальчики и девочки. Необходимо было пройти круг протяженностью 500 метров. Самым массовым стал совместный старт родителей и детей. Здесь уже предстояло пройти два круга. Все отлично, супер. Я обожаю мероприятия в Ашукино. Мы постоянно ходим на все мероприятия практически. Это все всегда здорово, по-семейному. Отличная атмосфера. Мы очень рады, что нам создали такую возможность здесь поблизости. Потому что обычно мы куда-то выезжаем. У меня старший занимается тоже лыжами, биатлоном. И всегда куда-то нужно ехать. А здесь это прекрасно, что с младшего такого возраста детям уже прививают привычку здорового образа жизни. И что это так дружно. И они видят, что такой большой коллектив, такое большое сообщество этим всем занимается. И сегодня у нас дочка заняла третье место. А завершили соревнования дружеским стартом сотрудников детского сада «Улыбка». Я думаю, все получили огромный заряд бодрости, все раз здоровья, радости. Ну и, наверное, очень впечатление, конечно, хорошее. Тараса прекрасная, ровная. Знаете, вот просто хочется по ней ездить, ездить и ездить. На церемонии награждения ребятам за первое, второе и третье место вручили грамоты, медали и сладкий подарок. Но самое главное – это атмосфера спортивного праздника и впечатления, которые останутся у них надолго. Ашукинская лыжня состоялась. И, возможно, эти соревнования положили начало новой традиции в поселке. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. В завершении выпуска о погоде на 1 февраля. Синоптики обещают почти весеннюю погоду. Днем будет плюсовая температура – 1 градус выше нуля и дождь со снегом. Ночью ситуация существенно не изменится. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях. Во Вконтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». А на этом у меня все на сегодня. С вами была Людмила Ермакова. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин